без читов прорваться в церковь итак эти орудия пегасы я нашел а я не могу показать вам точно какие то наемники нет спасибо а я кстати не знал что и так можно кочевники ангелы баллов не судьбы что за фигня такая всем бойцов нет нам такое не нужно так вот но и зубрут я просто купил за 300 тысяч орудия пегасы я короче собирался снимать гайд потом как где находите секретки где находить станции там но станции только форте роз кажется он называется и кстати 45 кажется там патрульные станции из которых выпадают вот такие вот истребители змей или змей марк 2 змей марк 2 да выпадает вот это вот вольфрам я не помню была она или нет но калия достал уже при вас по моему да выпала из той станции вольфрам выпал из второй станции пушки выпали из тайника в системе таро расположение которого ну типа что он системе таро я за 5000 у торговца купил в системе таро там еще и пираты довольно опасные посмотрим же сколько опыта неплохо так опыта они заработали молодцы парни сейчас мы их короче еще и прокачаем их нужно только нормально истребители посадить да вот с тремя системами и двумя тяжелыми пушками насчет магазина вот как видите он обновляется к сожалению продавать тут же мы не можем ничего но это нам и не нужно нафиг мы можем продать когда вылетим отсюда змеи самые крутые истребители купим еще парочку этих истребителей а вот трайдинг интересные истребители очень интересные ну что там дальше в индикаторами надо закупиться так как они очень хорошо против берсерков действуют еще такими индикаторами да да мы сейчас будем тут рулить турели армагеддон это плазменная пушка вот турели гелиос тоже нам пригодятся так как не против всех в индикатор эффективным осмодей это ускоритель частиц я таган с тяжелыми орудиями вот эту штуку естественно покупаем мушкет это энергетическое главное орудие фузия тоже энергетическое главное орудие неуправляемые ракеты все в общем берем 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 это нам до конца игры то есть я сюда возвращаться не буду не потому что я не смогу а потому что я не хочу и конечно же мы не будем слишком то есть неуязвимыми это вместо утомительного кача так вот что для этого нужно для того чтобы проникнуть в систему цебас и выжить в ней для этого нужно ну я расскажу что у меня для этого есть у меня для этого есть во первых что важно это алекс с двумя прокачанными вот это вот поляризация умения у него очень хорошее умение позволяет восстановить щиты моментально также прошивка которая увеличивает скорость ремонта корпуса и восстановление щитов на 250 процентов щит кали нужен это изумруд это система защиты от лазерного оружия обязательно так как у берсеркова лазерное оружие без нее то есть мы получали только 20 процентов урона от их лазеров если бы без нее мы бы мгновенно с одного залпа полегли ну вольфрам он здесь не стоял здесь стояла про четвертого уровня для кораблей пас также какие-то турельки желательно поставить орудия главнокалибра не обязательно ставить ну опять же вот это вот прошивку тоже не обязательно ставить но с ней будет намного легче ну я думаю что все таки обязательно ну тогда вы можете практически умереть долететь сюда итак ну и все собственно что вам нужно для того чтобы цепа сюда залететь и получить с магазина все что вам нужно давайте же еще купим этого этого купим это ускорители пушек очень полезные вещи но в этот раз два феникса видимо здесь что то еще и рандомно генерится жаль что счета последнего уровня не продается я купил туман всего лишь одно в этот раз а ну вот смог именно такая система она самая крутая эти силовые установки они очень дорогие ну вот ремонтная система также дорогая вот эта система тоже дорогая давайте все берем 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 чтобы не возвращаться хотя прототипов щита придется все же еще прикупить придется прикупить вот еще есть турель дага ну пушка дага а вот пушки сияния к сожалению нету похоже сияние это же развитие пушки дага ну тогда возьмем пушку дага какая не разница рапира это что за пушка а второго поколения нафиг не нужно осмодей бред 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 вот эти вот штуки купим только что продать ну и пожалуй мы улетаем отсюда вообще или может еще раз залетим потом а нет нужно аж посадить всех в истребителе так и вот так какие мы им системы поставим вот черт всего лишь один супер наш щит остался ай 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 да я вообще не вижу смысла что то кроме щита сюда ставить и это чей нужно алексу щиты все поставить то есть он как бы щиты перезаряжает и ему самому нужны крутые щиты ага у него есть уже крутые щиты да вот полторы тысячи считаем вот таким и два виндикатора так уж и быть да все или стоп а у него же уже нет этой способности так как мы уже здесь еще разок давайте да вот x а нельзя посмотреть сколько у него этих усилителей щита осталось ну в крайнем случае будем импровизировать ага еще шесть змеев пригодятся шесть змеев и эти пригодятся и эти пригодятся виндикаторы тем более пригодятся ага ярость ну пусть будет пусть будет мне бы конечно сияние больше пригодилось чем я вот вот гелиос один тын гелиос и куча виндикаторов за сколько мы их могли купить это просто ужас сколько они дорого стоят а здесь все все бесплатно в конце игры но это рушит баланс также есть еще другие вещи но легче если честно это сделать чем заморачиваться там с ракетами с истребителями с фармом пиратов что самое хреновое но самое честное я специально показываю чтоб я вам не говорил потом о том что я честно играю конечно же не честно игра в этой игре в ней честно никто не играет только охи какие нибудь типа меня я не знаю зачем мне все эти штуки ага вот здесь есть хорошее количество всякого опорудования дорогого этот пахнет кем не пофикшен да ну и этих напоследок раз ганс линкеров давайте возьмем и трейдинг производим отстыковку и ждет указаний давайте же прыгнем куда нибудь портал на фронт скорее всего не работает база на связи база ты чё творишь давайте сохранимся в принципе нам только в портал зайти и все больше нам особо то и нечем заниматься ну и потом не знаю пофармимся и полетим выполнять миссии хотя фармиться где опять же в цебасе наверное да мне плевать на тебя противник вот зараза будем надеяться что ты выживешь выживи хотя выживем гляньте они вообще какие то нейтральные стали эти надеюсь на нас и нога не съелась да нет не взъелась вроде бы принято к исполнению урааааа теперь мы сможем все это продать о е о да о е о да поздравляю вас поздравляю себя и я короче этим сам займусь а потом вернусь напоследок покажу вам сколько мы всего набрали там в принципе опыта мы мало направлен я не знаю набирать его не набирать его в принципе то нам мне лично только вот эти вот мастер-пилоты нужно набрать чтобы использовать наши змеи и все и больше я никаких претензий ко всему этому не имею в принципе защитные виндикаторы это актуально так как они быстро стреляют и они стреляют тем против чего нет защиты то есть если бы мы лазерные например сияние поставили то они во-первых медленно стреляют по истребителям вражеским а во-вторых есть у некоторых истребителей защита от лазерного оружия вот такой вот красное поле как вокруг нашего корабля и это очень очень фигово когда такое есть у них поэтому я предпочитаю такую вот комбинацию виндикаторы и кинетические орудия у которых самое большое поражение хотя может стоит и лазерный поставить именно орудия главного калибра у нас тем более они есть где они тут вот они мушкет самое мощное энергетическое оружие да вот арки базе а это фузия это вот иноковы спускает эти орудия но мне как бы плевать кто их выпускает мне главное чтобы они хорошо продавались да великолепно ну и я говорю вам пока на времечко американец и